Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению и ничего не меняется. Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежем обороны. Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Если случится какой-нибудь капитулянский прозаптный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые здоровые силы в армии, силовых структурах. Из этого всего выпутываться непонятно. Очень хочется победить, но не получается. Мы должны что-нибудь сделать такое для Украины, чтобы она не смогла отметить свой праздник. В Киеве семь мостов. Я бы поздравил, знаете как, пять из них разбомбил, и все, операция бы закончилась сразу. Моментально. Вы алкоголик? Ну, если считать по врачебным рекомендациям, то да, конечно, алкоголик. Что я сегодня первым делом сделал, когда полез в информационную ленту? Я искал какое сообщение? Удары. Наши ракеты ударили по Киеву. Я? Я. То есть на вас это тоже действует. Вы переворачиваете факты. Значит, в суд на меня подайте, пожалуйста. Считаю, нужно подам. А что? Очко жим-жим, что ли? Очко это у вас жим-жим. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Очко жим-жим. Блатная пыль у вас на ушах. Смотри, как умеет. Умею. Смелый парень. Всегда был. Смотришь ты того, что последние твои поклонники поймут, что ты цыкнул. Да нет, ладно, все с вами понятно. Похоже, та самая специальная военная операция может перейти в контртеррористическую операцию. А я напомню, в чем главное отличие. При проведении контртеррористической операции одной из главных целей – ликвидация физической главарей банкового мирования. Господин Зеленский – главарь нацистского государства и главный террорист. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Периодически находят каких-то украинских шпионов у нас, людей, которые шпионят в пользу Украины. Вот эти все коллективные кива, коллективная бельчинка. Я хочу ей дать погрызть какой-нибудь полено. А дальше вот это – национальная идея РФ, груз 200 себе и другим. Кто следующий? Знаете, что она получила вот этот грант? Она написала такой текст, который называется «Вой на болотах». Это вот то, что делает команда Соловьева – это вой на болотах. У нас есть вот такой Киева, например. Он теперь уже прямо на федеральных каналах. Раньше он говорил, что он хочет убивать, там, позировал со всякими автоматами. Я видел и убивал российских солдат. Вам хватило сил переосознать все? Нет. Нет, не нет, а да. Возможность быть частью великой России, быть гражданином, клянусь верно. Есть такой же на мужчина Монтян. Возьмем того же Шария, который все со стула на стул перескакивает. Что касается Шария, почему он бежал в испадни в Россию? Потому что он договаривал с офисом президента и долгое время находился в них на зарплате. То он за, то он против, бедный, заметался. Возьмем Поклонскую, которая все, куда только ее не пристраивали, то сюда, то туда, то так, то сяк, и все, и в конце концов так это рассосалось. Так эта буква «З» символизирует трагедию и горе. Ложь, мерзость и гадость. Да что же это такое-то? Вы понимаете вообще, вот кто за ними стоит, что так не бывает? Они должны быть осуждены по законам военного времени в тюрьме. Потом или на виселицу, а может сразу на виселицу. Ну вот, ну вот получается как-то так, понимаете? Он приезжает, ходит по советской красной дорожке, вот этот американец ему выстил, в советские времена такие дорожки стелили, кстати, красного цвета. Вот здоровается своей коллегой. Мы тебя не до сих пор себе новую не купили. Здоровается своей коллегой с улыбкой через маску, провоцирует к войне, а именно это так, правильно было сказано? Как вы разглядели в его улыбке провокацию. Ну то видно, ну по-моему, все подлеца. Через маску, улыбка, а в ней провокация. Ольга, ну хватит, ну подлеца видно издалека, понимаете? И там без улыбки, и с улыбкой его видно. Ну, во-первых, смотрите, до чего хорошо живут современные капиталистические демократии. Американские магазины, что называется, креативят. Из-за логистических проблем в магазинах закончились товары. И продавцы заклеили пустые полки фотообоями. Чем не поздний Советский Союз. Разваливаются Соединенные Штаты. Сам еще хуже, чем у нас в 10 раз в этой Америке, да. Откуда вы знаете? Да по телевизору показывают, все время смотрим, на газетах считаем. А вы всему верите, что говорят в телевизоре? Да нет, конечно, всему верить нельзя. Но все равно показывают, что там творится, еще похлеще, чем где-либо. В общем, гибель, да, в Америке? Кранты ей, короче. Их, это Америки. Наши люди лучше живут намного. Да, бедновато, но ничего. А вы лично в каких странах были? Я не был, только в Москве был. У нас есть проблемы в экономике. Да, конечно, у нас, так же, как и во всем мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на это еще. Уверен, что при поддержке граждан Российской Федерации мы эти проблемы, безусловно, решим. А как вы думаете, а вообще в России возможно победить бедность? С Путиным нет. С Путиным нет. У Потанина 4,5 миллиарда зарплата, которая выводится в офшорную зону. Это было в газете официально написано. В какой стране выводятся деньги, которые заработали в офшорную зону? В Америке за это дают 20 лет тюрьмы. И конфискация имущества. Китай за это расстреляют, заберут, а у нас... Мы же с вами не хотим такого развития событий. Не низкий доход враг, а тот, кто его создал. А кто этот негодяй создал нам такой доход? Ну, я думаю, что президент, в первую очередь, который руководит страной. Так он же вроде бороться с этим собрался. Ну, сам с собой. Ну, и мне в голову приходит известная поговорка российская. Дай бог, вашему теляте нашего волка съесть. Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны. Вы говорите в успех дела? Сомнительно. Это наша главная, основная задача. This is our main challenge. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. Я старалась, вы слышали? Мы не собираемся действовать популистскими методами. 20% подорожал хлеб, говядины, яйца исчезли. Это сейчас, Оля, это мы еще не вошли в пик. Это у Украины еще есть запасы газа. Но именно на базе качественного роста экономики мы собираемся решать основные социальные задачи, в том числе и увеличение доходов российских граждан. Всем хочется побольше денег. И мне тоже. Поверьте мне. Хорошо, что я иду в прямом эфире. Спасибо.